Добрый день, друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать венок для волос с такими небольшими цветочками. Могут быть использованы цветы, которые вы сделаете своими руками. Ссылочку смотрите под этим видео. Или готовые цветы, которые вы приобретете в магазине «Всё для творчества». Венок будет сделан на металлической основе, и он будет завязываться в конце на ленту. Этот венок будет сделан не только с цветами, но и с такими небольшими готовыми веточками, которые я заказала в магазине «Всё для творчества». Всё, что вам понадобится для такого венка, вы видите сейчас перед собой. И первое, с чего мы начнём, это мы отрезаем необходимую нам длину. Я отрезаю 80 см проволоки. 50 см пойдёт на венок, и где-то 30 см по 15 см с каждой стороны уйдёт для того, чтобы сделать ушки для соединения лентой этого веночка вокруг головы. Далее я отрезаю небольшое количество тейп-ленты и разрезаю её пополам. Делаю я это потому, что наши элементы будут очень тоненькими, проволока тонкая. Если брать более крупную ширину тейп-ленты, то есть целую, она будет сворачиваться и сминаться, и так аккуратно не получится. Я фиксирую один конец всегда под моей вот такой дюймсточкой, и дальше начинаю обмотку второго конца. В самом начале я не фиксирую тейп-ленту. Тейп-ленту для обмотки нужно необходимо немножко растягивать, тогда она будет тонкая, аккуратная и будет прилипать. Первые кончики я не фиксирую уже, как я сказала, клеем, только последний. Начинаю аккуратненько прокручивать. Нашу тейп-ленту вокруг проволоки. Прокручивать я буду так, обматывать где-то вот эти первые 15 см примерно, а потом перейду к тому, что начну вводить под тейп-ленту ещё и цветы. Итак, первые 15 см я обмотала, я перехожу к обмотке следующего края. Ненужную проволоку я опять фиксирую под своей основой, под своей досточкой, на которой я работаю. Растягиваю ленту и точно так же обматываю ещё 15 см с этой стороны. Можно обматывать немножко меньше, потому что у нас будет ещё часть декоративных элементов, которые попадут своими ножками на этот край. То есть можно обматывать 10 см примерно. Но вы это всё увидите в ходе работы. 15 см и я заканчиваю. Этот конец я обрываю, чтобы мне ничего не мешало дальше в работе. Я аккуратно его приматываю. Я его не приклеиваю, потому что сверху будет идти следующая обмотка. Теперь мне видно, какая часть должна быть покрыта цветами, а какая оставлена для того, чтобы сделать ушки у моего веночка. И следующее введение цветочков я начну примерно с середины моего ободка. При этом наверху у меня будет начинаться, а вверх будет начинаться верхушка с целых мелких, самых мелких цветочков. Ну и мелких у меня сделано больше, чем крупных, специально, чтобы можно было ими начаться и при желании ещё ими закончить. В этом веночке цветочков будет больше, чем в предыдущем, который я вам уже показывала. Они будут густо крепиться один около другого, поэтому я не буду делать такую разметку лаком, потому что очень небольшое расстояние между ними будет. Но серединку я себе наметила с помощью тейп-ленты. То есть вот серединка, где у меня должен войти такой центральный цветок. Почему я так сделала? Потому что обмотку я начну чуть-чуть дальше. Я всё время немножко подтягиваю ленту, тейп-ленту. И вот, когда я дохожу до этой серединки, до этого центрального места, которое я отметила, я начинаю вводить свой первый композиционный цветок, соцветия. То есть я придерживаю его одной рукой. А другой рукой приматываю его к основанию моей... После того, как я ввела первый цветочек, я начинаю приматывать второй. Для того, чтобы цветы были расположены на расстоянии двух сантиметров друг от дружки, ну примерно, да, то есть мы должны вводить третий цветок, когда мы сделаем обмотку где-то примерно сантиметра на три. Потому что ещё практически целый сантиметр занимает сама головка цветка. То есть вот когда мы уже отошли на три сантиметра, мы можем прикладывать следующий цветочек. И таким образом я работаю до конца всего ободочка. Если у вас вдруг заканчивается тейп-лента, вы её просто приматываете, прикручиваете, и следующий кусочек начинается чуть выше. То есть ничего здесь можно клей совершенно не использовать, потому что вся эта обмоточка, она приклеивает предыдущие круги. Вот опять вы увидите, что примерно на три сантиметра я отошла от цветка. Я беру голубой. И фиксирую его с помощью тейп-ленты. Таким образом я заканчиваю со всеми цветочками на половине этого ободка. Вот у меня как раз закончилась тейп-лента. Я беру новую, растягиваю, приматываю кончик немножко выше того места, где будет крепиться цветок. Делаю несколько первых таких закрепляющих движений, опускаюсь вниз, и могу прикладывать следующий цветочный элемент. Когда я дохожу до своей ленты обмотки, вот, собственно, то, зачем я это сделала. То есть мне все равно нужно было обматывать этот край, и я вот начала с него, мне так удобнее. Хотя, конечно, вы могли просто отметить, но мне удобнее, когда уже цветы собраны, уже не обматывать дальше. И я ввожу последний элемент, я выбираю цветочек с самой такой короткой ножкой, и ввожу его тоже в свою композицию. Только уже этот конец тейп-ленты, которым оно все закончится, я посажу на клеевую основу, для того, чтобы он не раскрутился нигде. То есть вам понадобится любой клей, который клеит бумагу. То есть это может быть клей ПВА, ну, или суперклей, то есть любой, который у вас есть, для того, чтобы сфиксировать кончик. Первая половина моего веночка готова. Во второй части я буду делать то же самое, просто располагать цветы навстречу, уже тем, которые расположены с левой стороны. То есть вводить цветочки буду просто в другую сторону, и они будут смотреть друг друга, когда вы будете одевать этот венок на голову. После чего я покажу вам, как сделать ушки, для того, чтобы закрепить наш веночек с помощью ленты вокруг головы, и как можно ввести красиво, то есть у меня в этой композиции почти нет зелени, она будет ее, как бы, замещать вот эти вот веточки с почками в этом веночке. Это будет тоже очень интересно, очень по-весеннему смотреться. И если вам понравится эта работа, и мой мастер-класс, я надеюсь, что вы оставите мне свои отзывы под этим видео, или поставите лайки, и поделитесь этим видео с друзьями через социальные сети. Теперь, наверное, вы понимаете, почему я начинала тейп-ленту немножко дальше середины, да? То есть вот свою следующую тейп-ленту я приматываю с этого края, потому что если бы я начала там, где начинается цветочек ровно с середины, я бы потом не смогла аккуратно примотать этот кусочек тейп-ленты новый, да? То есть вот там, где я заканчивала, я прикладываю следующую тейп-ленту, приматываю ее, и после того, как отведу ее на несколько сантиметров, введу свой следующий цветочек. После того, как все ваши цветочки собраны, да, в венок, то есть они располагаются навстречу друг другу, что будет очень красиво, когда вы оденете его на волосы, я покажу вам, как сделать такое красивое, аккуратное ушко, для того, чтобы этот веночек соединялся, то есть две его половиночки соединялись друг с другом с помощью какой-то красивой атласной ленты или тесемки. И мы для этого заворачиваем свободное ушко. Немножко отступаем от предыдущего цветка и начинаем делать такую вот обмоточку. Аккуратно укладывая эти круги рядышком друг с другом, можно сделать 3-4 кружочка, они, в принципе, сами по себе очень красиво смотрятся, имеют тоже такой декоративный элемент спиральки. Затем мы уводим эту ленту, этот проволоку, вовнутрь нашего обруча. И наша задача ее зафиксировать будет с этой стороны, с внутренней стороны. То есть мы обрезаем лишний кончик. Она вот у нас ушла вовнутрь, ее можно так и загнуть, чтобы она была прямо вдоль ободочка нашего. И будет такой очень красивый декоративный элемент. И с помощью этой ленты, опять же, мы узенько надрезаем, разрезаем ее пополам. Ну, начинаем фиксировать. Получается уже две наши проволочки, то есть основу и вот эту вот обмоточку тоненькую. Цветочки тут, конечно, лучше отогнуть, пока мы будем работать. И оставшийся свободный конец мы дополнительно фиксируем с помощью клея. Такая дополнительная гарантия, что эти кончики не отклеятся и не будут нигде выглядывать на вашем веночке. Возвращаем на место цветочек. И у нас готовы два аккуратненьких ушка для соединения нашего венка с помощью ленты. Итак, когда мы сделали ушки, вроде бы наш обруч готов, можно одевать ленты, но на самом деле ленты одевать еще рано. Мне бы очень хотелось ввести сюда такие вот веточки с почками и немножко еще его сделать пышнее и украсить. Как я буду это делать? То есть я, опять же, нахожу серединку нашего венка, это вот этот центральный цветочек, и начну вводить первую веточку где-то как раз вот с первого цветочка. Я ее закреплю, так, чтобы почки украшали сам цветочек. Если вы видите, что у вас не хватает элемента для того, чтобы хорошо держалась здесь, то есть вот мало, то есть нечем здесь сделать такую большую обмоточку, тогда можно просто тейп-лентой еще зафиксировать. Ну, то есть если так случается, что вот веточка, вы смотрите, вот красиво было бы, если бы почки здесь пошли, да, и получается нечем обмотать вокруг цветочка, то можно ее вокруг ободка зафиксировать, нет возможности с помощью обмотки, то можно зафиксировать с помощью тейп-ленты, да, то есть тоже аккуратненько, потом ее подклеить. И получается, что у вас есть возможность сделать завиток такой, и почки добавились к цветочкам. И вот вы аккуратненько тоже выкладываете здесь вот этот завиточек. И дальше уходим вниз. Здесь вот два раза позволяет мне обмоточка сделать. И следующая волна идет над цветочком. То есть я в этом обруче не буду делать такие кольца, которые с двух сторон окружают цветы. Наоборот, я хочу, чтобы эти волны шли, вот этот рисунок, он как раз шел волной, охватывая цветочек снизу или сверху. то есть я делаю столько обмоточек вокруг основы, сколько мне нужно, чтобы красиво вот потом легла почечка. но когда завершение уже подходит к концу, да, вот у меня здесь как-то размоталась тейп-лента, я ее срезаю лишнюю, то я делаю точно так же, как делала, когда делала ушко. То есть я ее с внутренней стороны завожу и небольшим количеством зеленой тейп-ленты в тон основного венка, основного венка, я ее, получается, закрепляю. Немножко отодвигаю цветочек и натягиваю, приматываю ее к основе. И кончик я подклею с помощью клея. Цветочек возвращаю на место. И вы можете убедиться, что очень красивая обмоточка с этой стороны, да, то есть она такая очень аккуратненькая получается. И здесь тоже очень красивые волны пошли вокруг наших цветов. Далее я беру вторую веточку, смотрю на то, как максимально удачно выложить эти веточки, да, то есть либо я их вниз оставляю, либо я их наоборот сюда, к вот этому вот, вот этому изгибу. и тоже я их прикручиваю, фиксирую с помощью кусочка тейп-ленты. Потом аккуратненько делаю такой изгиб, вот я так на пальчиках его выгибаю, да, и обматываю дальше свою основу. Тут очень красиво легли почки. Ввожу следующую волну наверх. Следующая пойдет вниз, так на пальчиках я это все фиксирую тоже. И так продолжаю до самого конца. Ну вот с этой стороны у меня эта обмоточка, она дольше, длиннее немножко получилось, то есть она была сама по себе просто длиннее. И я смотрю, как сделать так, чтобы просто аккуратненько ее закончить. То есть я делаю несколько обмоточек и симметрично тоже увожу ее под наш цветочек и фиксирую. Эти большие тычинки лишние я могу вытащить, они вынимаются. Я делаю прокручивающие такие фиксирующие движения, уложу к цветочку, ну а дальше вы уже видели, я просто с внутренней стороны прикладываю эту коричневую веточку к основному обручу и с зеленой этой плентой зафиксирую окончание. Когда веночек полностью готов, нам остается взять ленту, срезать наискосок уголочки, обполить немножечко край, чтобы она не рассыпалась, и завязать две ленточки в ваш веночек. Ленточку, конечно, вы выбираете произвольно, того цвета, который вам кажется наиболее гармоничным. Просто у меня были эти тракотовые ленты, они немножко в цвет цветочков. На самом деле можно взять зеленые, коричневые под цвет ваших волос. И вот такой вот обруч с лентами у нас готов. И если вам понравилось это видео, то я надеюсь прочитать ваши отзывы. И буду вам благодарна за лайки. Нажмите клавиши поделиться через социальные сети. И я с вами на этом прощаюсь. Как всегда, приглашаю вас подписаться на мой канал. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok